Всем большой привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я для вас приготовила очередную новинку. Это палетка Tom Ford номер 28 Daydream. Распакуем ее, посмотрим свочи и сделаем какой-нибудь макияж. Если такое видео для вас интересно, оставайтесь со мной. Итак, что же из себя представляет эта палетка? Купила я сразу скажу, где купила, потому что у меня каждый раз под каждым видео с Tom Ford спрашивают, где я их беру. Беру на сайте beautylish.com. Стоят они 88 долларов, плачу я за них собственные деньги, видео не спонсировано, все за собственный счет. Итак, распакуем. Я, конечно же, выкладывала в инстаграм свочи с этой палеткой, поэтому она у меня уже, скажем так, не фреш. Да, пальцами я в нее уже успела потыкать. Итак, у нас здесь классический пыльник и сама палетка. Я палетки в пыльниках не храню. Собственно, для меня вот это вот уже я могу выкидывать. Некоторые вот эти вот наклейки отсюда вот каким-то образом сдирают и приклеивают вот на тыльную сторону, чтобы видеть, какая из этих палеток у них в работе, чтобы вот так вот не переворачивать и не читать и не искать нужную палетку. Я таким не занимаюсь, они у меня стоят все друг с дружкой вот таким вот образом, и я не вижу, какая из палеток. Я каждый раз смотрю, какая это палетка еще нужную, в общем-то, и копаюсь в своих богатствах, так сказать. Я ее уже, конечно же, заляпала, вот, потому что палетки изрядно, конечно, залапываются. Все здесь зеркальное и такое прям очень быстро залапывается, особенно если руки были в креме, то это капец, конечно. Вот, здесь классика, ничего нового вы не увидите. Два спонжика, предохранительная пластмасска, которую мы убираем. Это нам не надо. И остается сама палетка. Она, конечно, просто невероятно красивая. Мне очень нравятся все оттенки, на самом деле. Я даже не знаю, какой из них мне нравится больше. Я, конечно, повелась, когда увидела впервые эту палетку вот на этот вот лавандовый, непонятный какой-то цвет. Лавандово-сиреневый, скорее. Вот, но все оттенки здесь мне очень нравятся, на самом деле. Они уникальные, таких я не встречала ни у Tom Ford, ни в каких-то других брендах. Поэтому давайте покажу вам свотчи, что они себе представляют еще раз. Потому что, наверное, не все у меня подписаны на мой инстаграм и следят за моими новыми постами. Вот, кстати, один раз я пальцами сюда залезла, и вы видите, насколько мягкие рефилы и насколько сильно затираются они. Это после первого использования. В общем-то, один раз залезла пальцами всего лишь. Итак, сейчас я сделаю для вас свотчи и все покажу. Итак, испачкала все пальцы. На пальцы, конечно, свотчи передаются лучше всего, потому что пальцы у нас жирненькие. Здесь выделяется себум, поэтому на пальцы, конечно, будет самый яркий вариант. Вот сейчас вы можете наблюдать, как переливаются и какими оттенками передается эта палетка. Вот, все оттенки очень красивые, конечно. Вот этот вот светло-синий, что ли, или как его назвать, вот этот вот, он, конечно, такой. Синим он не кажется, он кажется каким-то больше серым. Но в палетке, вот если вживую смотреть, он, конечно, имеет синеватый такой тенок. Просто вот на свотчи он кажется абсолютно серым. Вот. И свотчи я перенесла все на руку, чтобы вы посмотрели, как они сидят на руке. На руке у меня не было никакого крема, никакой базы. Просто голая, сухая кожа. То есть никакой подложки для этих теней я не использовала. Вот, поэтому вы можете видеть, насколько сильно отличается пигментация, когда мы набираем их пальцем, и как они сидят на голой коже. Вот этот вот самый красивый для меня оттенок набирался, набирался, точнее, он очень хорошо, но отдавался пальцем, он очень-очень слабенько. Такой он, знаете, у него не то чтобы он набирается плохо, он набирается очень хорошо. Но пигментация у него вот очень-очень маленькая, прям очень маленькая. То есть это такой будет еле заметный оттенок, особенно если вы будете его наносить один, наверное, это будет красиво. Если вы хотите как-то сделать, обыграть макияж вокруг именно этого оттенка, боюсь, что пигментации данного рефила вам не хватит. То есть либо нужно будет наносить какую-то подложку вниз, чтобы продублировать, скажем так, этот цвет, да, либо что-то такое придумывать, на что его посадить, такое жирненькое, кремовое, чтобы он отдавался именно вот так вот. Видите, насколько он яркий на пальце и насколько он неяркий на руке. Все остальные оттенки такие масляные, то есть вот как на пальцах они передаются, вот это вообще просто, мне кажется, ночью из космоса будет видно. Синий тоже, видите, на пальце практически такой в черноту уходящий, здесь на руке он такой слегка серо-синий. Вот, про этот самый верхний оттенок я уже сказала, он такой очень-очень слабенький, вот, поэтому если вы хотите, чтобы данные цвета передавались ярче, нужно делать подложку. Если вы хотите что-то такое нейтральное на каждый день, то можно, подложку нужно обязательно все равно использовать, но можно, допустим, не цвет в цвет, а просто использовать какую-то прозрачную базу, либо просто перекрыть веко консилером, чтобы у теней была хоть какая-то подложка, чтобы за что-то зацепиться, потому что, ну, как известно, Америку я сейчас не открою, тени с голой кожи, они, во-первых, они не задерживаются, да, то есть это на час-два буквально, и все, и дальше они либо скатаются у вас в веки, либо просто осыпятся, и от макияжа не останется и следа. Все палетки между собой одинаковые по пигментации, по качеству и так далее, ни один из рефилов не сухой, не, вот, я даже не смогу сказать, чем какая-то палетка хуже, либо какая-то лучше, для меня они все одинаковые. Вот, слышала также, что встречались девочкам палетки, которые с засохшими какими-то рефилами, не именно вот эти вот, не из такой серии, но из других новых палеток встречались рефилы, которые уже были такие почти деревянные, и цвет с них не набирался абсолютно. Вот, мне такие, к счастью, не попадались, я заказываю все напрямую из Америки, поэтому, наверное, поэтому мне везло и везет с качеством теней, вот, с плохим качеством я не встречалась, поэтому ничего не могу сказать, вот, поэтому, чтобы не нарваться на какие-то подделки, какое-то плохое качество, покупайте в проверенных местах. Да, возможно, вы заплатите за эти палетки полную цену, но вы получите отменное качество, и вы будете максимально довольны своей палеткой. Итак, давайте, наверное, приступим к макияжу, чтобы надолго не затягивать видео. Я даже еще не знаю, что я буду делать, как я буду краситься, вот, но что-нибудь мы придумаем. Вот, я приготовила в качестве базы двое кремовых теней, пока даже не знаю, что я буду использовать, и что я вообще буду показывать. Хочется, конечно, вам сделать какой-то более носибельный вариант макияжа, как я это обычно делаю, чтобы можно было его интерпретировать в жизнь, и выйти с ним на улицу, но хочется и что-то такое поярче, как я люблю обычно, чтобы показать вам, на что способна эта палетка, на что способны эти оттенки. Знаете, хочется мне сделать... Хочется, наверное, ей сделать смоки. Смоки, смоки, вот с этим синим оттенком, растушевать складку вот этим вот, в уголок глаза, во внутренний уголок глаза положить, ну, классика жанра, самый-самый сияющий, самый светящийся, вот, и снизу, снизу, наверное, положить тоже вот этот оттенок и растушевать его вот с парочкой вот этих вот оттенков. Вот, честно, даже не знаю, куда применить вот этот оттенок, но, наверное, он тоже будет в тушевку, так же, как и вот этот фиолет. Любую, в общем-то, можно брать подложку, просто этот... Это NYX кремовые тени, такой он немножко дуахром, прикольный, кстати, синий, уходящий, в такое золото какое-то. А это у нас Тин Тармани номер 7. Вот, это просто обычное серебро, темное серебро. Может быть, для смоки как раз лучше будет, наверное, вот это вот взять. Хотя вот с этим я еще макияж ни разу не делала. Можем попробовать, кстати, на одном глазу сделать с Тин Тармани, на другом с NYX. Не знаю, давайте сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, давайте на этом глазу я сделаю подложку из Тин Тармани номер 7. Забыла вам показать кисть, это Хакухода, Белочка и без номера 55, по-моему, 22. Наношу на все подвижное веко и растушевываю. Да, красивый будет цвет. Ну, кстати, растушевывать и наносить тени вот такими вот мелочками, потому что они это делают настолько нежно и аккуратно, что вы никогда не переборщите. Проработаю карандашом MAC, кофе, это коричневый оттенок, внутреннее слизистую. Несу. В идеале, конечно, слизистую лучше проработать было до нанесения кремовых теней, но, в общем-то, большой разницы это, большого значения это не имеет. По-моему, уже красивый цвет, можно так оставлять. Темно-синий, вот этот вот самый темный из этой палетки. Беру этой же кистью. Помню о том, что эти тени наносятся лучше белкой и растушевываются лучше белкой, поэтому белкой же я и продолжаю. О боже, вот этот цвет. Дайте я возьму что-то помельче. Такую плоскую кисть, это у нас пони. Она будет просто гораздо лучше набирать и отдавать тени. Практически так же, как пальцем. Очень красивый цвет. Такой глубокий синий вообще космос просто. Блин. Кто же знал, что он окажется таким красивым? Чтобы темными тенями не поставить цветовое пятно у себя на глазу, мы работаем не к виску всегда, а к центру. То есть с внутреннего уголка вот так вот кисть мы ставим и всегда работаем к центру. И здесь тоже кисть переворачиваем и работаем к центру. Потому что если мы будем тушевать все сюда, у нас здесь вылезет вот это вот наружу у глаза. И мы будем не знать, как это все растушевать. Тем более, если мы не предполагаем вот этот cat eye, не предполагаем вводить этот уголок, тогда работайте именно вот в такой технике. Ставьте во внутренний уголок, вот у нас складка, да, и от складки мы уже начинаем тушевать. И в зависимости от того, как мы продвигаемся по этой складке, переворачиваем кисть и работаем от периферии глаза к центру. Так будет у нас все гораздо чище. Вот. Форму выложили, теперь время тушевок. Тушевать мы уже будем, как я и сказала, вот этим вот оттенком, складку века. А тушевать я буду... Можно было, конечно, тушевать опять-таки нашей белкой, но я возьму белку помельче. Какой красивый цвет, мама дорогая, просто... По идее, должно быть все красиво и не должно ничего осыпаться. Обещала Наташа носибельный вариант макияжа, но кажется, что-то пошло не так. Но тени друг в друга втушевываются просто огонь как. Я работаю через руку, вот сюда вот я переношу, то есть я набираю... Вот так я набираю тени и немножечко втаптываю их в руку. И только потом переношу на века. Да, это уже не дневной макияж. Очень красивые переходы получаются. Так, переходим к нижнему веку. Я снова беру наш карандаш MAC кофе. Прорабатываю нижнюю слизистую. И также продолжаю под ресничками немного. Все, нарисовали. Потом берем какой-нибудь такой вот... какую-нибудь такую кисть-карандаш. Можно и синтетику даже взять. И тушуем. Тушуем, тушуем, тушуем наш карандаш. Здесь бы, конечно, что-то матовое положить. Например, из палетки Какао Мираж взять темный, коричневый, матовый. Но у нас в этой палетке только и синие оттенки, поэтому других нет. Увы. Дальше мы возьмем опять нашу плоскую кисть, которую мы набирали и утаптывали темно-синий оттенок. Снова берем темно-синий оттенок и дублируем наш карандаш. Девочки, на всякий случай вам скажу, я абсолютно не готовилась к этому макияжу. Я понятия не имею, что, зачем у меня следует. Все экспромтом и... Ну, такое. В общем, я вместе с вами экспериментирую. Я не знаю, как, что... Просто вот, что смотрю на тени и думаю, куда их положить. Вместе с вами я экспериментирую. Так, дальше тушевка у нас. Вот на коричневом карандаше у нас получаются темно-синие тени. И тушевать я тоже их буду вот этим фиолетовым оттенком. Снова беру белку. Снова работаю через руку. Теперь хочу взять кисть помельче. Вот такую вот. И знаете, что я придумала? Я возьму все-таки... Дам шанс вот этому вот голографик Eye Tint от NYX. И нанесу это на нижний веко, практически во внутренний уголок глаза. Вот сюда. Вот он как раз переливается таким... Он вообще синий, но переливается в фиолет. Вот, и сейчас он подсохнет, и я хочу сюда нанести вот этот вот непонятно светлый синий оттенок. Беру кисть помельче, тоже из пони. Я как это... Все, я в руках держу. У меня тут и палетка, и спош, и кисть. И, в общем, все сразу. Так, и прибиваю этот фиолетовый, точнее этот тинт, непонятно синим оттенком. Да, это очень красиво. Я молодец, что я такое придумала. Такой акцент на нижнем веке. Так, и у нас остался последний оттенок из этой палетки, это самый светлый. Вот, поэтому его мы нанесем на внутренний уголок, только в верхнюю сторону. Для этого лучше тоже взять кисть помельче. Можно вот такую вот маленькую взять из козы. Набираем. И во внутренний уголок глаза с переходом на вот сюда вот. Я даже не знаю, как это объяснить. В общем, с внутреннего уголка глаза у нас все переходит на орбитальный. То есть вот прям доорбитальный. Чтобы вот такой вот влажный эффект получался. Надеюсь, вам видно. Вот, и этим же оттенком я немножечко стушевываю фиолетовый, вот этот вот сиреневый, самый красивый оттенок. Немножечко просто подтушевываю его. Как бы смягчая вот здесь у меня пятно. Лучше, конечно, смотреть на себя либо в дальнее зеркало, либо на камеру. Потому что когда вы смотрите на себя вот так, вам кажется вообще все красиво и ничего делать не надо. Но как только вы посмотрите на себя на фотографии, если снимете крупный план, то вы увидите совершенно другую картину. Очень красиво, очень красиво. Просто огонь. Да, но это, конечно, куда-то вот, какое-то мероприятие, конечно, лучше. Потому что днем, конечно, такое не поносить. Я вам больше скажу, даже я не рискну с таким макияжем выйти днем. Я снова беру карандаш. У меня немножко постерся. Просто сегодня не использую стойкие карандаши. Не хочется мне перегружать сильно свои глаза. И еще раз продублирую внутренний уголок карандашом. Вот. Чтоб прям поярче было. Все. И нам остались ресницы. Наклеивать здесь ресницы я смысла не вижу, потому что макияж достаточно яркий. Обойдемся обычной тушью. Моя любимая Maybelline Lash Sensational. И будет очень красиво. Вот. Конечно же, мы будем красить нижние ресницы, потому что у нас сегодня такой акцент достаточно яркий на глазки. Поэтому нижние ресницы нам тоже нужны. Ну что, мне осталось сделать, собственно, второй глаз и подвести все итоги. Давайте я сейчас докрашу второй глаз и к вам верну. Ну что, я докрасила второй глаз. И вот что у меня получилось. Впервые в жизни, честно, девчонки, впервые в жизни я вижу на себе фиолетово-синие оттенки, которые мне нравятся, как на мне сидят. Это такая редкость, вы себе просто не представляете. Потому что сколько у меня теней подобного оттенка в разных марках, и ни один так мои глаза не украшал. Глаза стали более глубокого коричневого цвета. Они уже не такие прозрачные, как чай. И все оттенки просто... Вот я смотрю в камеру, она, конечно, не передает всей красоты, всех сатиновых переливов. Вы просто это не видите в камере, это недоступно. Но в зеркале, вот я сейчас сижу под искусственным светом и смотрю на себя в зеркало, и это совершенно другие оттенки, какие-то переливы. Не то, что на камере, к сожалению, просто не смогу вам передать. Как бы я ни вертелась, ни крутилась перед вами, но поверьте, просто это такая красота, что я впервые, впервые себе нравлюсь такими оттенками. Это редкость. И я беру свои слова обратно, я так пошла на улицу. Я даже не буду стирать этот макияж, и вечером, до вечера проработаю с ним, и вечером поеду домой, и мне не будет стыдно за фиолетовый тенинг. Я каждый раз восхищаюсь очередной палеткой Том Форд, и жалею, что не купила раньше, вот, честно. Поэтому, кто думает, до сих пор размышляет, брать или не брать, девчонки, берите, берите для себя, особенно, если вы идите за жизнь, особенно, если вы работаете где-то на съемках, в рекламе, и делаете какие-то праздничные макияжи для фотосессий, либо еще что-то такое яркое имеется в виду. Берите, не пожалеете, это просто космос. Работать с этими тенями одно удовольствие. Главное, запомните, что лучше всего эти тени наслаивать, наносить вот такой вот плоской кистью из пони. Она передает тени так же, как передает их ваш собственный палец, ну, либо пальцем наносить, чтобы получить большую пигментацию. Вот, а тушевать, чтобы цвет зашел в цвет и растушевал без каких-либо пятен, надеюсь, вам видно, надеюсь, вам виден фиолетовый оттенок, которым я тушевала себе складку, это, опять-таки, белка. Белка, прям чистая белочка. Это Hakuhoda S142, либо это может быть другая марка абсолютно, но главное, белка, потому что коза эти тени не набирает. То есть вот эти вот кисти, которые из козы, если вы захотите растушевать складку века, они, к сожалению, не тушуют, они не набирают тени, и они все осыпаются после этой кисти под глазами. Вот, поэтому пробуйте, тренируйтесь. На этом я с вами буду прощаться. Сейчас пойду фотографировать и выкладывать макияж в свою ленту Instagram. Вот, пишите свои комментарии, как вам понравился, либо не понравился этот макияж, но это не важно, главное, ваша поддержка, главное, ваше внимание. Я знаю, что вы ждали это видео с этой палеткой, поэтому я надеюсь, что вам все понравится. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Было с вами приятно покраситься. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.